Какие современные и странные машины используются в сельском хозяйстве? Мульчер Мэри Краша предназначен для расчистки земель и стабилизации почвы. Это универсальная машина, которую можно использовать для различных целей, таких как дробление камней и стабилизация почвы. Она имеет рабочую ширину 3,6 метра и весит около 4 тонн, а также предназначена для работы со средними и большими тракторами мощностью до 750 лошадиных сил. Машина для сжигания сорняков использует пропановые горелки для уничтожения сорняков в пропашных культурах или на целых полях, которые в настоящее время не используются. Она безопасна и эффективна для борьбы с сорняками, без использования химических веществ и может быть использована для органического земледелия. А теперь давайте взглянем на мини-версию, управляемую человеком машину с трехрядным огнеметом. Это похоже на пушку, но это продукт компании Хонсунг. Водитель может управлять опрыскивателем с помощью беспроводного пульта дистанционного управления, расположенного за рулем. Телескопический воздушный бластер предназначен для борьбы с вредителями в обширных полевых условиях. Мощный двигатель мощностью 290 лошадиных сил покрывает поверхность листьев сверху донизу на расстоянии более 150 метров со скоростью 10-15 гектаров в час. Эта машина может выкапывать большие деревья с помощью лопат, прикрепленных к грузовику. Это идеальное решение для тех, кому необходимо быстро и с минимальными усилиями перемещать растения. Давай посмотрим, как это работает. Этот разбрасыватель удобрений предназначен для работы на неровной дороге и обладает мощной мощностью, которая может сэкономить вам время и усилия. Редактор субтитров А.Семкин Представляем вашему вниманию FarmBad Genesis, самую первую сельскохозяйственную машину с ЧПУ с открытым исходным кодом. Робот-фермер перемещается в трехмерном пространстве днем и ночью, 7 дней в неделю, выращивая для вас пищу именно так, как вы хотите, чтобы она была выращена. Фермерский робот точно высевает семена в любом нужном вам виде и плотности, а затем эффективно поливает их в точном количестве, необходимом каждому растению, в зависимости от его типа, возраста, почвенных условий и местной погоды. Фермерский робот 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 Ты собираешься собирать урожай кукурузного салата в больших количествах. Машина Herbex 9200 – это действительно передвижная фабрика. Он оснащен одним режущим лезвием длиной 230 см и полуавтоматической системой наполнения производительностью 70 тонн в час. Это машина для обработки дернового торфа, предназначенная для тщательного удаления верхнего слоя дерна, чтобы обнажить торфяную почву. Затем торф заготавливается и перерабатывается для использования в различных отраслях промышленности. Я испытываю удовлетворение, наблюдая за тем, как работает эта машина, не так ли? Новое поколение плугов Quiorno Land отличается выдающейся производительностью и низкими эксплуатационными расходами. Благодаря большому заднему колесу они обеспечивают устойчивость во время транспортировки и вспашки. Продолжение следует... Ты не устал кататься по торфяникам в сложных условиях? Эта землеройная машина идеально подходит для этой работы. С помощью своего шнека он может эффективно прорубать любые деревья, корни или пенеи в болоте, а рытье канав можно проводить даже при промерзании грунта. А теперь давай уделим некоторое время тому, чтобы посмотреть, как работают эти машины, что ты думаешь об этих машинах. Какой из них тебе нравится больше всего? Оставляйте свои комментарии ниже. Я надеюсь, тебе понравилось это видео и ты узнал что-то новое. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и нажмите на значок колокольчика, чтобы получать уведомления о последних видео. Спасибо тебе за просмотр и желаю тебе отличного дня.